Легендарный чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер Даже после выхода на пенсию остается одной из главных мегазвезд бокса Раньше он поражал всех в ринге, сейчас он продолжает делать это за пределами ринга Бывший чемпион славится своей любовью к деньгам и эпатажными поступками Сегодня я расскажу вам несколько интересных фактов из жизни и карьеры этого удивительного боксера Журнал Forbes несколько раз вносил его в списки самых высокооплачиваемых спортсменов в мире В 2014 году, например, Мэйвезер-младший заработал 105 миллионов долларов Его бой с Оскаром Деллахойей в 2007 году принес 136 миллионов долларов от платных просмотров Количество которых достигло 2,5 миллионов Он участвовал в шоу «Танцы со звездами», но выбыл, так как его пасадобль не впечатлил судей Мэйвезер вкусил горечь поражения лишь в полуфинале Олимпиады 1996 года от рук болгарского соперника Серафима Тодорова Певец Джастин Бибер выносил пояса Мэйвезера на ринг для боя с Пакьяу В прошлом Мэйвезер давал Биберу уроки по боксу Мэйвезер уже однажды объявлял о завершении карьеры в 2007 году Но в сентябре 2009 года он вернулся Его отец Флойд Мэйвезер-старший сначала был его тренером и менеджером, но ушел с обеих должностей Флойд любит преимущества домашних рингов Большую часть боев он провел в Лас-Вегасе Во время путешествий Мэйвезер заказывает отдельный самолет для своей охраны, чтобы они не перегружали его личный самолет Мэйвезер никогда не надевает одно и то же нижнее белье дважды Он снялся в роли самого себя в комедии 2014 года «Думай как мужчина 2» Во время Ice Bucket Challenge рэпер 50 Cent сказал, что пожертвует 750 тысяч долларов на благотворительность Если Мэйвезер просчет вслух страницу из книги про Гарри Поттера Его имя при рождении Флойд Джой Синклер Говорят, он ярый коллекционер часов Некоторые экземпляры в его коллекции стоят до 6 миллионов долларов Он побеждал на турнире «Золотые перчатки» в 1993, 1994 и 1996 годах Флойд Мэйвезер побывал в нокдауне всего один раз в бою с Карлосом Эрнандесом Он заявляет, что то был вовсе не нокдаун, он просто упал от боли, когда сломал собственную руку В марте 2015 года команда Мэйвезера отрицала новость о том, что спарринг-партнер Флойда Заб Джуда отправил его в нокдаун во время тренировок В его компании Мэйвезер Промоушен 12 бойцов в 6 весовых категориях Его личный шеф-повар Киана Джеффрис получила свою работу после того, как помощник Мэйвезера увидел фотографии ее блюд в инстаграме По словам Кианы Джеффрис, любимое блюдо Флойда Мэйвезера – жареные хот-доги с соусом барбекю Бывший боксер делает щедрые пожертвования, помогая семьям строить дома в округе Декатор в Лас-Вегасе В подростковом возрасте он ходил в зал Golden Globes, чтобы посмотреть, как Майк Тайсон готовится к своим боям Его телохранители более двух метров в высоту, он называет их Великая Стена Они ходят в футболках «The Money Team» и имеют прозвище «Большая Церковь», «Большой А», «Большой Пэт» и «Джетро» Мэйвезер вырос в бедности, он жил в одной комнате с братьями и сестрами в Грэнд Рэпидс, штат Мичиган Его всегда считали следующим шугаром Рэем Леонардом, однако сам Мэйвезер называл Леонардо боксером, которого я бы побил Поклонники Мэйвезера могли смотреть на его тренировки в зале на окраине Чайна Тауна в Лас-Вегасе Спасибо, что досмотрели это видео до конца Подпишитесь на мой канал и поставьте лайк Пока!